здравствуйте уважаемые учащиеся сегодня мы с вами рассмотрим примерные вопросы по русскому языку за девятый класс и первый вопрос у нас укажите предложение в котором отсутствует тавтология то есть тавтология это у нас повтор слов рассмотрим варианте а герой целеустремленно стремится к намеченной цели здесь у нас происходит автология а именно где целеустремленно то есть от слова цель да и цель и то есть у нас происходит автология двух слов поэтому данный вариант у нас не подходит вариант b чистое помещение новой школы производила своей чистотой приятные впечатления здесь у нас происходит автология чистая и чистотой то есть данные слова повторяется юрий гагарин который является первым космонавтом является и примером для современной молодежи есть у нас повторяется одно слово это является и является то есть два раза повторяется поэтому вариант c тоже не будет ответом обучение давалось гагарину легко он неизменно получал пятерки здесь у нас отсутствует автологии поэтому ответом будет вариант d рассмотрим вариант е грохотавшие орудия оглушали своим грохотом здесь у нас повторяется слова грохотавшие и грохотом то есть именно корень грохот у нас повторяется поэтому здесь у нас тоже присутствует автология и ответом у нас поэтому будет вариант d следующий вопрос 2020 году логотип поисковой системы google для пользователей выглядел таким образом за исключением небольшой детали которую мы от вас скрыли что за деталь мы скрыли именно в данной иллюстрации здесь у нас смотрите то здесь у нас дается подсказка дается картинка google есть у нас указаны числа 28 и здесь у нас указывается один то есть мы можем предположить что здесь у нас именно показывает даты именно календаря месяца и как вы помните именно 2020 год у нас считается високосным годом соответственно здесь у нас это указано именно месяц февраль 28 то есть 28 февраля потом 29 29 февраля и потом идет 1 марта соответственно у нас пропущена цифра 29 и ответы у нас будет вариант c следующий вопрос 12 3 3 0 текстиль и в польском городе лодь состоялась в 2007 году 13 2010 году в том же 2007 году состоялась 52 венецианская биеннале современного искусства какой по счету будет венецианской биеннале 2013 году то есть необходимо нам определить именно номер то есть венецианской биеннале таким образом здесь у нас ключевыми словами является триеннале и биеннале то есть необходимо знать именно что они подразумевают здесь у нас первым рассмотром проверим здесь дается подсказка то есть 12 триеннале то есть триеннале обозначает то что происходит через каждые три года произошла 2007 году а 13 произошла 2010 году то здесь у нас дается подсказка слова триеннале то есть через три года затем у нас 52 52 венецианская биеннале происходило 2007 году соответственно триеннале это через три года биеннале это у нас происходит то что через два года таким образом мы можем предположить то есть 52 4 5 5 то есть через каждые два года то есть нам нужно определить 2013 году 2007 нам год ведь потом идет 2009 потом 2011 и 2013 соответственно 2012 году у нас 52 53 54 55 происходит именно 55 венецианская биеннале соответственно ответом будет вариант c 55 следующий вопрос определите из данного списка причастия которые представляют собой исключение из общего правила образования причастия подписываемый командуемый и узнаваемый то есть данные три слова обозначенными характерными для них знаками таким образом здесь необходимо вспомнить именно каким образом у нас образуется причастие а именно страдательные причастия они у нас образуются с помощью переходных глаголов только именно с помощью только переходных глаголов то есть это переходный глагол у нас отвечает на вопросы винительного падежа таким образом здесь у нас даны уже страдательные причастие мы можем их преобразовать в глаголы и определить какие именно существительных не подходят например подписываемый образованы от слова глагола подписывать то есть подписывать мы связываем именно слова что-то до подписывать что-то то есть таким образом он у нас отвечает на винительный падеж потом следующее слово узнаваемый от слова узнавать узнавать что-то да у нас тоже на вопрос винительного падежа отвечает узнаю узнавать что узнавать кого и последний здесь у нас командуем то есть от слова командовать какие вопросы данного слова задается командовать кем или командовать чем то есть это у нас вопросы творительного падежа соответственно это у нас а командовать это у нас глагол именно непереходный соответственно именно данные данные причастие у нас является исключением из общего правила соответственно ответом у нас будет вариант d леонид купил разных видов рыб в аквариум и собирался накормить их он обеспокоен тем что рыбы могут навредить друг другу чтобы избежать проблем с кормлением рыб он провел исследование результаты которого показаны в таблице есть у нас указывается таблица именно совместимости аквариума то есть перечисляются дается список именно название рыб и как они могут друг другом то есть совмещаться знаком я у нас обозначает то что они не причинят друг другу вред а знаком d у нас обозначает то что они есть вероятность того что они могут причинить друг другу вред и и обозначает то что они как бы точно могут причинить друг другу вред и таким образом у нас задается вопрос каких рыб ли они будет кормить в одном аквариуме варианте а бета и радушная рыба рассмотрим их совместимость бета и радушная рыба обозначены знаком d то есть они есть вероятность того что они могут причинить друг другу вред поэтому вариант она мне подходит большой сон и рыба мусорщик большой сон затем рыба мусорщик также обозначены знаком d поэтому не подходит варианте c бета и большой сон бета и большой сон также обозначены знаком d затем рыба мусорщик и золотая рыбка рыба мусорщик и затем у нас идет золотая рыбка обозначена знаком е то есть они друг другу вреда не причинят поэтому они подходят потом проверим золотая рыбка из кат золотая рыбка и теперь рассмотрим их совместимость со скатом у нас тоже стоит знак е то есть они друг друга вред не причинят поэтому вариант d нам подходит проверим вариант е большой слом и бета большой сон и бета весьment стоит знак d то есть они могут причинить друг другу вред соответственно ответом будет вариант d рыба-мусорщик золотая рыбка из В системе кодирования, состоящей из символов пики, трефы, червы, бубны буквы N-O-U-K-L, показаны следующим образом. То есть, каждой буквой у нас соответствуют именно определенные знаки. Таким образом, укажите слово, которое имеет следующий код. То есть, нам дан код, нам необходимо по данному коду определить слова. Таким образом, нам сначала необходимо разделить данные знаки именно по буквам, чтобы мы смогли определить. То есть, первые мы можем таким образом разделить у нас слова. То есть, таким образом выглядит наше разделение. Соответственно, найдем данные, соответствующие знаки, определим данные буквы. То есть, первая у нас буква L, потом идет U, затем у нас K идет, затем N, и последняя у нас знак обозначает O. То есть, соответственно, здесь у нас обозначено слово Лукно. То есть, это у нас вариант B. Так, следующее задание, седьмое задание. О порядке трансляции продолжительности программ. Черепашки-ниндзя, щенячий патруль, Сэм и Кэт, Грозная семейка и Игроделы, транслируемых на детском канале Nickelodeon с 9 до 12 часов. Известно следующее. Игроделы транслируют последним в 21.20. В 9.30 транслируется вторая программа, это щенячий патруль. Четвертая программа у нас длится 40 минут. Продолжительность программы Черепашки-ниндзя составляет 30 минут. Сэм и Кэт 20 минут. Третья программа у нас начинается в 10.20. Таким образом, нам необходимо определить неверное утверждение. Чтобы ответить на данный вопрос, нам необходимо определить, какое время какая программа транслируется и определить их продолжительность. Соответственно, таким образом, мы можем указать так, то есть, обозначить цифрами 5 программ, затем время, то есть, это у нас будет время, это у нас будет продолжительность и название. Таким образом, опираясь на данную информацию, игроделы транслируют последний в 11.20, то есть это у нас получается 5, в 11.20 у нас транслируется игроделы, соответственно, нам дано информация, что именно программы транслируются до 12 часов, соответственно, если до 12 часов происходит, значит, продолжительность 40 минут. Затем в 9.30 транслируется вторая программа «Щенячий патруль», то есть вторая программа 9.30, это у нас «Щенячий патруль», потом четвертая программа длится 40 минут, то есть мы можем указать 40 минут, затем продолжительность программы «Черепашки-ниндзя» составляет 30 минут, «Сэмэкэт» 20 минут, и потом третья программа у нас начинается в 10.20. 10.20, это у нас третья программа, и мы знаем, что именно указана информация, что программы начинают транслироваться уже с 9 утра, соответственно, 9.00 у нас начинается первая программа, и так как нам уже известно время второго программы, то что начинается в 9.30, соответственно, здесь у нас продолжительность 30 минут. Потом третья программа нам известно время, соответственно, если у нас вторая программа в 9.30 начинается, третья программа в 10.20, соответственно, вторая программа у нас длится 50 минут. Теперь нам дана информация, то, что «Черепашки-ниндзя» они длятся 30 минут, 30 минут у нас длится именно в 9 утра первая программа. Следующая программа длится «Сэмэкэт» 20 минут, то есть у нас единственное, которое неизвестно продолжительность, это третья программа 20 минут, значит, это у нас «Сэмэкэт». Так как мы уже сразу определили именно продолжительность, если третья программа началась в 10.20, соответственно, четвертая программа начинается в 10.40. Таким образом, у нас из списка остается только «Грозная семейка», четвертая программа. Таким образом, мы с вами определили именно расписание программ с 9 до 12. Теперь мы можем с вами ответить на вопрос «Грозная семейка длится 30 минут», то есть нам нужно найти неверное утверждение. «Грозная семейка» у нас длится 40 минут, то есть это ответ у нас неверный. Затем «Щенячий патруль» длится 50 минут. Рассмотрим. «Щенячий патруль» у нас это вторая программа, то есть она длится у нас действительно 50 минут. Поэтому это у нас верное утверждение. Первое транслируется программа «Черепашки-ниндзя», то есть мы с вами определяем, что «Черепашки-ниндзя» транслируются у нас первыми. Это у нас верное утверждение. Третье транслируется программа «Сым и Кэт». Это у нас верное утверждение, так как действительно это так. Затем «Игроделы» длится 40 минут. Игроделы у нас длится, как мы с вами определили, 40 минут, поэтому это у нас тоже будет верным утверждением. И у нас неверным остается вариант А. Грозная семейка длится 30 минут. Следующий вопрос. Выше перечислены способы защиты от COVID-19, которые обозначены знаками. Значения выражены визуальными эффектами, объясняются следующим образом. Тщательно готовьте мясо и яйца, прикрывайте лицо, когда вы чихаете или кашляете, избегайте контактов с людьми с признаками простуды или гриппа. Четвертое. Мойте руки с мылом или используйте антисептик на основе спирта. Таким образом, мы должны определить данное описание соответствующим знаком. Первое. Здесь мы видим, что здесь у нас именно моют руки, соответственно, это у нас четвертое описание. Потом здесь у нас указаны салфетки, то здесь у нас вторую и третью иллюстрацию мы можем перепутать немного, то есть она нас запутывает. Но здесь у нас, смотрите, подходит. Какие варианты? Прикрывайте лицо, когда вы чихаете или кашляете. И третье. Избегайте контактов с людьми с признаками простуды или гриппа. Здесь у нас, смотрите, избегайте именно контактов с людьми. То есть, соответственно, здесь у нас идет описание именно третьего. А второе. У нас прикрывайте лицо, когда вы чихаете или кашляете, это у нас второе. И последнее. Тщательно готовьте мясо и яйца. Это у нас уже последний знак, соответственно, цифра 1. Таким образом выглядит у нас последовательность 4, 2, 3, 1. И, соответственно, ответ нужно определить верную последовательность значений. То есть мы с вами определили 4, 2, 3, 1. Это у нас вариант B. Следующий вопрос. Дима придумал способ зашифровать некоторые слова. Вот что у него получилось. То есть таким образом он зашифровывает следующее слово. Слон, як, ямы. И нам необходимо определить, как он зашифрует слово вымытым. То есть, чтобы ответить на данный вопрос, нам необходимо понять именно логику его шифрования. Рассмотрим. Слон, слово. Здесь у нас, то есть буква S и L у нас остается. Он шифрует именно он. То есть он, это у нас обозначает именно местоимение. Местоимение тут какое у нас? Третьего лица, единственного числа. То есть третье лицо, здесь у нас первым указывается именно лицо местоимения, а второе указывается у нас, здесь у нас число. Один, это у нас единственное число, два, это у нас множественное число. Проверим следующее слово. Як, здесь у нас местоимение я. То есть здесь у нас это в единственном числе и в единственном числе первое лицо. И следующее слово проверим с вами ямы. то есть мы можем разделить его на два местоимения я и мы то есть я это у нас первое лицо единственное число мы это первое лицо но множественное число то есть поэтому его обозначаем цифрой 2 таким образом как будет выглядеть у нас слова вымыты здесь у нас три местоимения вы мы и ты то есть таким образом вы это у нас второе лицо второе лицо и во множественном числе потом мы это у нас тоже первое лицо но во множественном числе и ты это у нас второе лицо единственном числе то есть таким образом у нас выглядит ответ то есть 2 2 1 2 2 1 то есть это у нас вариант c 10 вопрос установите соответствие между иллюстрациями и их описаниями то здесь у нас дается картинки именно которые изображают нам последовательность рисования данного робота и дается именно описание то есть действие нам необходимо определить какое описание соответствует какому рисунку и нарисуйте несколько деталей на туловище ногах руках и лице добавьте c-образную линию внутри маленького круга для головы то здесь у нас включим слов является c-образную линию то есть c-образная линия у нас присутствует только в четвертом рисунке то есть именно подразумевает именно изображение рта то есть четвертое изображение у нас подходит именно и описанию и затем by нарисуйте большой круг для туловища маленький круг для головы добавьте два круга для левой ноги в правом нижнем углу большого круга и линию в виде скобок для правой ноги в левом нижнем углу то есть здесь у нас идет именно описание только начальное описание именно рисунка поэтому соответствует именно первому рисунку поэтому by эту на цифра 1 варианте c нарезать нарисуйте руки пальцы глаза и антенну а также два круга переплетенных на туловище украсьте руки и ноги линиями здесь у нас линиями обозначаются только варианте третьем рисунке здесь у нас видите нарисована антенна во втором у нас нет нарисован хотя здесь тоже у нас присутствует ли не весь у нас у руки также именно линии поэтому третий рисунок у нас подходит именно к описанию c и последний вариант д нарисуйте два переплетенных круга для левой руки и добавьте ноги к нижней части нарисуйте шею чтобы соединить большой круг с маленьким то здесь у нас второй рисунок соответствует данному описанию поэтому мы с вами определили последовательность и у нас дается следующий вариант ответа таким образом первый у нас бит то есть мы исключаем варианты cd и е потом 2 у нас идет d dc а потом dc а у нас присутствует именно в варианте а то есть ответом удар у нас будет вариант а таким образом мы с вами рассмотрели примерные вопросы именно по русскому языку спасибо вам за внимание